Невероятные скорости силы так и не скажут, что хоккеистам, которые находятся на льду всего по 8-10 лет. Прямо сейчас идет ледовая баталья между Оренбургским юниором и Сапсаном Уискомертау. Несмотря на возраст участников, все по-взрослому. Силовые моменты, удаление, риторические вопросы от тренера. Атаковать-то кто будет? Я что ли? И не менее эмоциональная поддержка от болельщиков. Юниор! Юниор! Смело бороздят лед коньками не только мальчики. В защите Сапсана сегодня играет Евангелина, одна из двух девочек команды. Вдохновляет юную спортсменку Александра Овечкин, а гендерные стереотипы ее совсем не волнуют. Родители сначала беспокоились. Все-таки очень травматичная игра. Однако потом приняли выбор дочери и теперь активно поддерживают. Мне говорили, что это спорт не для девочек. Но как я, то что занимаюсь трех лет каратэ, для меня это ничего не значит. Мы себя чувствуем нормально, они не обижают ничего. Нравится то, что мы дружим. Команда поддерживает друг друга. Поддержка. По две тренировки каждый день. Настрой боевой. Тренеры уверены, кого-то из участников в будущем мы обязательно увидим в большом спорте. Хоть ребята занимаются немного, некоторые по году, некоторые по два и по три, но турниров уже отъездили много. Поэтому готовность к этому турниру уже хорошая. Мы можем какие-то выводы делать. У некоторых ребят есть хорошее стремление. Я думаю, из многих из этих хоккеистов, которые выступают на этом турнире, получится профессиональный хоккеист. За призы борются шесть команд из Оренбурга, Сибая, Кумертау, Ульяновска и соседнего Казахстана. Подобные турниры, во-первых, необходимы проводить для того, чтобы ребят отвлечь от вредного влияния улицы. Это в первую очередь. Второе, ну, очень тяжело сейчас идут заниматься хоккеем ребята. И на данном этапе это будет большим показателем, куда надо приходить, в какой вид спорта. Турнир имени Владимира Шаманова проводится в Оренбурге в пятый раз. Однако теперь его география расширяется. Следующие этапы этих соревнований пройдут еще в четырех городах участников. Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня.